глядя в глаза владимир александрович деленский понимает что происходит или нет реально неважно за что голосовали неважно кто голосовал важно что сейчас начнут жучить депутатов ну круто это классовая ненависть но уже ну так молодец вы не схемы не убирайте вы не работу не меняете вы просто отстраняйте каких-то людей оставляйте схему постоянно у нас в разговоре есть какое-то привидение то есть владимир александрович хочет ну блять постоянно пока кто-то вот вот это дело кто это проводит да ну кто это реально ну кто-то из ближайшего окружения анал табу продай собаку заплати за газ дети 2 2 сортовые до пора валить из этой страны и знаете что самое плохое это же не конец еще три года работы не три с половиной то есть у нас два месяца по киеву ходит террорист статусе народного депутата а юридических никаких оснований нету чтоб и никто ничего не делает сжить кто хороводит зеленского реально друзья всех рады приветствовать это третья часть нашего разговора с дмитрием лубинцом главой комитета по правам человека и реинтеграции оккупированных территорий бесконечно интересный разговор нужно сказать чтобы обязательно вы возвращались к первой и второй части обязательно нажмите кнопку лайк нажмите кнопку подписаться обязательно зайдите на фейсбук страничку дмитрия лубинца бесконечное количество интересного контента дмитрий лубинец общается со всеми лично поэтому заходите пишите общайтесь с дмитрием лубинцом головой комитета напрямую хочу с вами в конце в третьей части поговорить о том что происходит в парламенте то что происходит вообще в государстве а событий происходит много кстати говоря вот я не знаю хотя бы последние вот эти вот истории с решениями совета национальной безопасности и обороны вам вообще как ну мне как юристу по второму образованию них мягко говоря не очень я знаю что вы заканчивали ярослава мудрого харьковскую академию первое образование я получил в донецке международное отношение внешняя политика второе образование когда я столкнулся с тем что я занимался правительской деятельности столкнулся с тем что никто так тебя не будет защищать хорошо как ты сам себя по роду деятельности я так был знаете так в постоянной оппозиции к партии регионов там на месте поэтому в день как предприниматель когда-то переживаешь по 5 проверок в день от контролирующих форма цены были системные да они как раз они как раз работали системно ничего не могу сказать поэтому пришлось поступить в юр академию в харькове и получить юридическое образование чтобы начать разбираться в законах и себя защищать но потом конечно это помогло когда я стал народным депутатом и восьмого созыва четырнадцатом году и сейчас девятого тем более когда ты глава комитета вы глава комитета вы важного комитета во время войны и реинтеграции оккупированных территорий но вы входите в верхушку власти украины тем более парламентская президентская на глава комитета вот в контексте того что происходит в совете национальной безопасности и обороны я хочу у вас знаете как спросить вот глядя в глаза владимир александрович деленский понимает что происходит или нет реально юридические последствия думаю не понимает то что происходит в стране и то что ему вносят в уши знаете вот он не зря сделал он всем показал и не зря сделал офис простых решений наверное самая большая проблема в том что он думает любое даже глобальную проблему можно как-то просто решить ну например войну закончить давайте просто перестанем стрелять давайте мы войну закончим нет мы вернем оккупированные территории но тоже нет к можем потерять свои наверное да мы же если стрелять не будем а по нам будут стрелять мы будем отходить и все так надо дать ему должное опять же на мой взгляд субъективно в чем минус минус в том что когда он баллотировался на этот пост опять же на мой взгляд он думал что все можно так легко решить легко побороть коррупцию легко исправить системы государстве легко заставить людей платить налоги легко решить вопрос с войной все можно сделать легко по факту она так не работает есть системы есть законы есть юридические тонкости и когда вот вы затронули по ради национальной беспеки обороны с точки зрения людей очень многие говорят слушай ну классное решение классно вот например опять же возьмем первое такие знаете глобальные вещи например ну харьковские угоды вот когда выходит решение рады национальной беспеки и обороны говорит мы приняли решение мы даем указание службе безопасности украины возбудить уголовное дело по государственным государственной зрады и привлечь все кто принимали голосовали за харьковские соглашения в 2010 году к уголовной ответственности слушайте 99 процентов людей просто начали аплодировать класс ну зеленский вышел и сказал у тех депутатов которые голосовали не важно за что голосовали неважно кто голосовал важно что сейчас начнут жучить депутатов ну круто это классовая ненависть но уже ну так молодец а потом выходят юристы системные такие например как я и говорим владимир сачну классное решение только а как можно привлечь народных депутатов за голосование если прямая норма в конституции написано что народный депутат не несет ответственности за голосование в верховной ради но не несет он может понести политическую ответственность а уголовную не может это в конституции прямо прописано как его можно привлечь никак и юристы понимают слушайте никого не привлекут пузырь информационный сделали все поаплодировали результата никакого не будет и вот тут начинают возникать вопросы а зачем тогда но если это просто пузырь тогда у нас процесс ради процесса на самом деле никого не закроют никого не привлекут потому что это невозможно тогда может какая-то другая идея но там же тоже не дураки сидят они же зачем-то это делают я не знаю вы скажите санкции по козаку народный депутат опять же наложили санкции каналы закрыли все люди которые адекватно воспринимают агрессию со стороны российской федерации похлопали правильно все сделано опять же выходят юристы такие как я и говорим слушайте у вас в решении рады национальной безпеки и обороны написано что вы же не просто санкции наложили на тараса козака он же занимается террористической деятельностью то есть он террорист на тюрьме должен сидеть он должен сидеть ну как минимум ему должны были или до заседания рнб или сразу после вручить педозру повести в суд в суде должны были рассмотреть возможность взятя пидварту оба выйти под заставу чтоб он же не сбежал выше написали он же террорист то есть у нас два месяца по киеву ходит террорист статусе народного депутата а юридических никаких оснований нету чтоб и никто ничего не делает делать делать мы сегодня с вами обсуждали службу безопасности украины да 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 у меня вопрос это у меня к вам вопрос где сейчас где она то есть она не работает я себе понимаю что опять же процесс ради процесса им даже не начинали заниматься значит стояла какая-то другая цель опять же у меня вопрос опять же как юриста я не говорю о том что это хорошо или плохо кто-то будет говорить что это хорошо кто-то будет говорить что это плохо я буду говорить о том что с точки зрения государства опять же не давая оценку этого я буду говорить о том что Как юрист, сделали ли вы все по закону, автоматически не оставили ли вы возможность, первое, тому же самому Тарасу Козаку, это оспорить в украинских судах? И даже если украинские суды, они же у нас специфические, опять же я могу утверждать, у нас телефонное право никуда не делось. То есть, судьи иногда выносят одни и те же суды в Украине, выносят по одним и тем же примерным делам абсолютно разные решения. Где-то тут позвонил, где-то там занес, у нас такое практикуется. Но европейский суд по правам человека, он не смотрит ни на политическое, ни на государственность, ни на что, он смотрит на закон. И даже если это в стране у нас будет признано законом, в европейском суде, это если, не дай бог, развалится, то это дополнительный удар по Украине, дополнительный удар по всему, чем вы занимаетесь, и это все обратно вернется. То есть, зачем вы это делаете? Но если вы хотите на самом деле закрыть российские телеканалы, так сделайте по закону правильно. Даже решение РНБО, опять же, я могу, опять же, как юрист утверждать, что закон о санкциях дает возможность накладывать санкции на граждан Украины. Это все манипуляция, что нельзя это делать. Только там есть сноска. Те, кто действительно причастны к террористической деятельности. Так дайте ему, но если вы сделали эти уже санкции, но вы же сделали на основании каких-то материалов, ну сразу после заседания, выйдите, пусть поедут следователи к нему, к народу, у вас же есть материалы, дайте ему пидозру, пусть с ней ознакомятся, вообще вопросов не будет. А еще лучше в идеале, чтобы вы сделали одновременно. У нас специальная комиссия, которую мы финансируем из госбюджета, комиссия по вопросам, да, телевидению и радиовещанию, в обязанность которой входит смотреть за контентом и лишать лицензии. И тогда бы вопросов не было, чтобы вы... Слушайте, вы сейчас создали новый орган, там, я смотрю, при РНБО, это по борьбе с дезинформацией. Это нет. Это, если честно, я вообще, ну, я в предвкушении, я с попкором сижу. Вот мы сейчас с вами занимаемся чем здесь сидим? Дезинформация или нет? Опять же, как посмотрят на это орган. То есть я даю... Вот опять же, у юристов есть несколько поговорок, которые четко определяют нашу сущность, юридической системы. Вот у нас есть поговорка «Два юриста, три мнения». И у нас есть очень поговорка, которую я всегда советую использовать. И, кстати, юристы, когда заходят в, знаете, в угол, не знают, какое принять решение, я уверен, все юристы знают эту поговорку. «Не знаешь, как поступить? Поступай по закону». Вот ты не знаешь, как поступить, но ты хочешь это сделать, это вот обращаясь к президенту. Ну, сделай это по закону, сделай это правильно. Сделай это то же самое. Всего доработай. Решение РНБО, здесь же вручение педозры, и в этот же день или на следующий день решение комиссии по телебачению. Слушайте, кто хороводит Зеленского реально? Вот мне кажется, что основная проблема президента, он хочет вникать. Я уверен, что он отличается, президент, который избирался, и президент сейчас. Мы видим о том, что он не боится идти, он не боится поднимать эти вопросы, не боится. И в этом его большой плюс. Но его большой минус, что то ли рядом с ним нет системных, профессиональных, или не так много, не буду всех под одну гребенку, не так много системных, профессиональных людей, которые то же самое скажут Владимир Александрович. Вот делаем вот это, делаем. Но давайте это сделаем не условно не за неделю, давайте сделаем это за две недели, но сделаем это правильно, чтобы у тех же юристов вот выйдут как лубенец. И они будут комментировать и говорить, слушай, ну правильно же сделал. Ну почему я упоминаю за эту комиссию? Ну в комиссии написано, она этим занимается. Ну подстрахуйтесь вы решением РНБО, чтобы юристы, ну не просто это заявляли, потом же пойдут в суды, и суды будут это рассматривать. И говорят, слушайте, ну гляньте, ну красота. Решение РНБО на представе материала Службы безопасности Украины. Служба безопасности Украины расследование провели, педрозуру вручили, человек идет даже под следствием, но основания уже есть, и чтобы эта криминальная, противоправная деятельность не расповсюдживалась дальше, они застосували решение РНБО. А почему телеканалы отключили? Так потому что в материалах проходит финансирование от деятельности террористов, все приостановили, и тут же обратились в комиссию, и комиссия, которая за это отвечает, сразу отозвала лицензию. Почему вы не придете к Зеленскому в офис президента и не скажете ему, что Владимир Александрович, ну что-то, ну, вы не правы, или как-то вами манипулируют, или вам какую-то глупость рассказывают, или вас подставляют? Я считаю, что... Вообще Теленского подставляют, по сути, он под уголовной ответственностью может оказаться... Я искренне считаю, что Владимир Александрович хочет искренне что-то поменять, но его реально подставляют, на мой взгляд. А может, наоборот, его таким образом ослабляют, чтобы он потом был зависим от этих людей, которые сначала его там где-то в какой-то юридический капкан завели, а потом будут мужественно его спасать от этого капкана. Может такое быть? Может. Опять же, это мое субъективное мнение. А вы как глава комитета вообще с Зеленским имеете возможность общаться, или вас вообще всех отстранили, отгородили? Скажем так, у меня было общение с Владимиром Александровичем Зеленским. Я как глава комитета отвечаю в том числе за права национальных меньшинств. Сейчас я возглавляю рабочую группу по наработке нового закона про права национальных меньшинств. И в рамках этой работы у нас было отдельное рабочее совещание, которое проводил президент. Оно было достаточно закрытое. Там у нас было человек 10, президент как бы руководил. И после этого у меня была возможность, ну недолго, но с ним переговорить, скажем так. И как он? Я, знаете, вот я почему и на данный момент глубоко убежден, что он хочет менять. Ну где-то, он же тоже юрист, он же тоже понимает, что нельзя вот... А он не понимает, что люди его окружение подводят, я не знаю под что? Это другая проблема. Здесь он боится ошибиться. Наверное, здесь он сталкивается с тем, что он боится к себе подпустить людей не из своей команды. А с другой стороны, эта команда где-то непрофессиональна, не во всем, скажем так. Поэтому вот так вот много ошибок. На мой взгляд, ему чем быстрее он это осознает, чем быстрее он поймет, что делаешь не в своих и чужих, дело еще в профессионализме. И хочет он или не хочет, но надо допускать людей профессионалов. Тем более, что, ну, кто сказал, что у нас нет профессионалов? Любую сферу возьми. Да, есть. Есть профессионал. Проблема в том, что у него в команде, там, ближайшая скамья запасных, она оказалась очень короткая. Но в этом был большой плюс, когда они шли на выборы. Это же была глобальная система. То есть мы идем, мы не системные политики, мы не из системы, мы придем, все поломаем. Так оно так не работает. Это можно прийти на выборах, лозунги, все поверили. А когда ты приходишь, можно систему поломать, но надо что-то или построить новое, и оно все равно системно должно работать. Но невозможно. Президент Зеленский не будет управлять юридически. Ни парламентом, ни своими РДА до последней, ни каждой ОТГ. Не будет. Соответственно, надо выстраивать какую-то систему управления. Вот тут и появляются нужны системные люди, которые элементарно просто понимают, как это работает. Хорошие, плохие, но на то-то и президент. Очень многие связывали президента с подобным феноменом, который был в международной политике, это Рейган. Который был актер, как и Владимир Александрович, который пришел, стал президентом и вошел в историю. Ну, все-таки у Рейгана опыт был. Очень многие забывают, что его сравнили два актера, стали два президента. Ну, это некорректно. Конечно, некорректно. Но, во-первых, Рейган, прежде чем сам стать президентом, он поработал губернатором, сенатором. Кроме этого, Рейган понимал самое главное. Он не специалист. Он должен вокруг себя создать систему серьезных менеджеров, управленцев, профессионалов. По экономике экономистов, по управлению юстицией, людей, которые понимают, как работает эта система. Ты, как политический лидер, даешь посылы. Например, ребята, мы на тюрьмах не зарабатываем. Ну, не зарабатываем. А что мы делаем? Мы политически выстраиваем систему противовесов. Соответственно, чтобы администрация не могла вот эти превышать, мы создаем систему, чтобы общественники, правозащитные активисты имели возможность заходить и получать информацию. Вот она система, как противах, украинскую мову. То есть есть система, а есть сразу система, которая не дает системе войти в монопольное состояние и делать все, что им... Баланс, чтобы был. Баланс, чтобы был. Правильно. Такая же система. Вот, например, мы говорим о коррупции. Тогда эти системы, например, по таможне. Многие говорят, что мы на таможне теряем 5-10 миллиардов в месяц гривен. А я могу сказать, что я общался с аналитиком, который говорит, Дмитрий Валерьевич, на мой взгляд, по моим просчетам, он давно и системно в этом занимается. Он говорит, 300 миллиардов в год. 300. Мы теряем. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 300 миллиардов гривен мы теряем. Прямых потерь государственного бюджета Украины от деятельности таможни. Президент дает политическую настамону. Все, мы не воруем. Приглашает специалистов не только те, кто работает в таможне, а ему надо пригласить те, кто заинтересован платить в белую. И они сами скажут. Вместо этого Совет национальной безопасности вносит в санкции. У меня по поводу вот этих вот якобы контрабандистов. Там тот же, опять же, я их не знаю, не мой профиль, но вот чтобы закончить эту мысль. То есть все активисты тогда, насколько я с ними общаюсь, они говорят, слушайте, система, поставьте сканеры на таможне. Каждый груз заезжает по-любому через сканер. И автоматически вы видите, что едет, сколько едет. Не забиты в двойные дно, тройные борта. То есть все это видит сканер большегрузного автомобиля. Это цена вопроса для государственного бюджета, ну я не знаю, сканер 10 миллионов гривен, условно говоря, оборудовать. А если я вам скажу, что в предыдущем созыве европейцы приезжали и говорили, сколько вам на сканеры надо. Мы дадим просто бесплатно. Мы вам дадим деньги, мы вам дадим или дадим сразу сканеры европейские. Мы еще поможем. А мы передавали что-то, Гройсман их не поставил, это классная тема. Ну, слушайте, так вот проблема в том, что президент должен дать политический посыл. Вот как не зря говорят, рыба гниет с головы. Рыба, условно, голова дает посыл. Ребята, все, мы на этом не зарабатываем. И мы тогда автоматически всех пригласил и сказал, очень просто. Ребята, сканеры поставили, все закрыли, всех поменяли, новых поставили. Еще каких-нибудь дополнительных условных. Европейцы же заинтересованы, чтобы у нас начала таможня работать. Европейцы. Так пусти европейцев, хоть стоят у нас на каждой. Ты же от этого, как президент, будешь только выигрывать. Потому что ты увидишь, какой рост платежей пойдет в государственный бюджет. Сумасшедший. Просто сумасшедший. Там столько схем. Ну, слушайте. И брендовая одежда завозится, как секонд-хенд по гуманитарке. И все запчасти завозятся, как на, условно, на китайские, в 10 раз меньше. А идут на самые дорогие автомобили. И растаможка автомобилей, любую тему, которая связана с тобой. Ну, вот я как раз про свет национальной безопасности. То, что приняли по вот этим вот людям. Ну, во-первых, некоторых людей включили, а некоторые, которые имеют отношение к вашему полицсовету, например. Не к моему, я же не от слуги. Да, они, например, ну, значит, наоборот, все нормально, да, их не включает этот список. Ну, а кроме всего прочего, вот выходит этот указ, да, Совета национальной безопасности и обороны, а сами же схемы, они остаются. То есть вы ни законодательство не меняете, вы ни схемы не убираете, вы ни работу не меняете. Вы просто отстраняете каких-то людей, а оставляете схему, чтобы, вот я вас спрашиваю, чтобы. Ну, логично, смотрите, если работает схема, людей этих отстранили, она же не будет работать в вакууме. Соответственно, кто-то зайдет. Ну, вот я спрашиваю, Зеленский понимает, что это чушь собачья? Я скажу так, на данный момент, вот сегодня мы с вами общаемся, вот на данный момент я искренне верю в том, что он заинтересован поменять, не понимает, что на самом деле происходит. Слушайте, постоянно у нас в разговоре есть какое-то привидение, то есть Владимир Александрович хочет, ну, блядь, постоянно, кто-то вот это делает, ну, кто это, реально, ну, кто-то из ближайшего окружения. Он или поймет, смотрите, он может еще войти в историю, как самое большое, как самый успешный президент Украины, или он может войти в историю, как самое большое разочарование. Как Ющенко, например, с рейтингом в 2010 году. Кстати, Ющенко многие начали переоценивать, переосмысливать его роль, и многие приходят к тому, что Ющенко вроде особо ничего не делал, да, политически? Но Яныка привел. Яныка привел, но экономика где-то росла, там он хотя бы этим голодомором занялся, то есть многие украинцы в мире говорят, ну, хоть кто-то этот голодомор. То есть, хотя бы, чтобы кто-то экономикой занялся. Да, смотрите, вот он после себя уже что-то оставил, ну, хоть что-то позитивное, Ющенко. Но позитив есть. Но при этом Янукович, да, при этом Янукович. Сейчас у Владимира Александровича, ну, что вот он оставил позитивно? Вот я общаюсь когда со слугами, вот особенно на эфирах, они говорят, мы сняли депутатскую недоторканность, мы проголосовали за законопроект импичмент президента. Мы там начали какую-то там реформу, одно, второе, третье. Я вот так вот слушаю, как мажоритарщик, уже второй раз избранный. Я говорю, а как вы думаете, вот из того, что вы все озвучили, сколько этих вопросов, а, кнопка даст, мы еще победили, супер, все сделали. Но как вы думаете, сколько процентов людей беспокоит от всего, о чем вы говорили? Вот сколько? Вот мы сейчас выйдем, 100 людей опросим на улице, я говорю, хотите, я вам скажу, что вам скажут 100? Вам скажут 100, что нас беспокоят. Высокие тарифы на коммуналку, низкие пенсии, низкие зарплаты, нет работы молодежи, молодежь уезжает. И война на востоке. Экономика. Три вопроса экономических, один вопрос войны, который тоже напрямую влияет на развитие экономики. Потому что инвестор все-таки побаивается идти в страну, глобальный инвестор, где идет война. Я говорю, когда мы начнем заниматься вот этими, тарифы, когда вы сами говорили, мы их понизим, экономика. Как мы можем поднять пенсии? Это мы, услышьте меня, никто никогда не поднимет пенсии, если не запустит экономику. Потому что пенсии это отчисление заработной платы. Но не может один работающий обеспечивать двух пенсионеров. Не может, оно не работает так. Соответственно, люди уходят в тень, потому что большое налогообложение. А пенсионеров мы не повышаем пенсии, потому что, поэтому маленькие пенсии, потому что у нас нет куда брать эти деньги. Экономик. Все. Вот опять же, система. Это не мы придумали, это работает так система. Надо или систему менять, но что-то предлагать другое. Например, система пенсионного накопления, когда лично я не... Посмотрите, у нас курс, какая на какое накопление, если доллар был 8, стал 40. Это другая... Я имею в виду, что накопление может быть... Надо поменять систему, когда мы не все работающие отдаем всем пенсионерам. Кажется, а когда лично я... Я работаю, у меня большая заработная плата. Или она у меня маленькая, но я хочу ежемесячно доплачивать, чтобы у меня шел рост. Многие, кстати, пенсионеры, опять же, вот я со многими общался, они говорили, что там разные, особенно предприниматели, говорят, ну там забирали у нас, мы не рассчитывали, что у нас будет пенсия. Мы откладывали какие-то деньги, элементарно покупали какую-то недвижимость, которую мы можем там просто сдать, и мы понимали, что мы за счет этих денег будем жить, это вроде как наша пенсия. Но это тоже инструмент, условно элемент накопительной пенсионной системы, так предложите ее людям. По медицине у нас просто коллапс, коллапс в медицине. У нас, с одной стороны, система реформы Супрун не создала предпосылков, чтобы у врачей росла заработная плата, соответственно, они не особо в ней заинтересованы. Но как отразится заработная плата на враче? Он сделал 10 операций или одну в месяц? Никак. А надо сделать систему. Страховая медицина. Но почему мы придумаем какой-то велосипед, если он давно есть, он работает? Все платят за себя страховку. Если ты попал, ты заболел. Где-то денег платит страховку? То ты не платишь, за тебя платит страховая компания. Но ты понимаешь, вот эта система работает в Европе. Я посмотрел, как она работает. Я был в Страсбурге в составе постоянной делегации нашей, украинского парламента. И там меня, знаете так, догнало последствия ковида, которым я переболел в конце октября предыдущего года. Ну, просто догнало. Так вот, я могу сказать, что я увидел, как это работает система там. При этом их врачи на уровень ниже по квалификации, чем наши. Но там система. Вот я заболел. Первое, меня осматривает семейный врач. Семейный врач дает направление на лабораторию. Какие надо анализы? Я приехал в лабораторию, я все сдал. Вернулся к семейному врачу. Семейный врач посмотрел. Если все устраивает, она все поняла, поставила диагноз, она выписывает лекарства. Ты с этим направлением едешь в аптеку. Ты не можешь купить ни одного лекарства. Все лекарства только от семейного врача. Вбивают вот так вот, вводят прямо в компьютер. И прямо на этом листе, я не говорю, что уже информационно это все в базах остается, пропечатывают, какую дозу, какую я получил как врач. И когда страховая компания, она за все это платит, страховая компания. И когда страховая компания это получает, и она смотрит, с какими диагнозами ты поступил, почему тебя отправили сдавать именно эти анализы, а не другие, например. И почему ты купил только это лекарство, а не другое. Автоматически страховая компания, компания, которая за все это платит, она с одной стороны берегает тебя от того, что неправильно тебе поставил диагноз врач, или не на выписал тебя, слушай, вот как у нас, вот, пришел в больницу, раз, вот это вот, 50 лекарств, там капельницы, там это надо поставить, там таблетку, сюда мазь и все это. А ты же за это все платишь. Ты пошел в аптеку, а потом оказывается, ну я не буду всех врачей, но есть такие, ты идешь только в эту аптеку, и вот я тебе выписывают, здесь я расписываюсь, ну, наверное, с аптеки, потом что-то мне там вернется. Страховая компания обеспечивает защиту того, что тебя, тебе не пропишут лишние лекарства, тебя не дадут травить, ты не будешь тратить свои лишние деньги. И с другой стороны, страховая компания напрямую защищает врача. Потому что, ну мало ли, у нас есть масса случаев, когда вроде лечение все правильно, но человек умирает и подают в суд, и тогда приходит страховая компания и говорит, смотрите, он поступил с такими диагнозами, врач обязан был отправить на такие эти, выписать эту таблетку, может у него внутренне еще что-то открылось, но он это не мог предвидеть, не мог, и он и врача защищает. Но самое главное, чем создана система, тем более квалифицированный врач. То есть я, это все равно сарафанное радио работает. Слушай, перешел, быстро посмотрел, таблетку дал, сразу стало легче, все сказал знакомым, сказал родственникам, к семейному врачу, начинают записываться. Он начинает набирать свою базу, у него растет зарплата. Все, система создана, защищает пациентов и создает условия, чтобы у врачей росла зарплата. Опять же, попадаешь ты в больницу, тебе говорят, надо делать операцию. И ты сам выбираешь, где надо делать операцию. Ты доверяешь этому врачу. Ты едешь туда, делаешь операцию, и за это платит страховая компания. У нас вроде как логику взяли такую же, только страховую компанию убрали. Первичную медицину, поддержку от государства, хотя это все проходили, европейская медицина, был этап становления, первичную медицину продолжало дофинансировать государство. У нас все убрали. В итоге теперь в сельской местности семейных врачей становится все меньше и меньше, а амбулатории надо закрывать, а людей становится все больше. Вот к чему это привело. Вопрос. Почему все хорошо рассказываете, почему не делается? Ну, потому что в прошлом созыве, кстати, я был в правящей, скажем так, коалиции. Я выступал катерически против, но большинство проголосовало за. В этом созыве я был уверен, Зеленский шел на выборы с критикой медицинской системы. Назначили Степанова. Но он говорил, что система надосканала, мы будем вносить в нее изменения. Никто ничего не вносит. Значит, так выгодно. Крайний вопрос веселый, но как раз в контексте того, что происходит. Вы говорите по поводу пенсии, по поводу этого всего, люди уезжают и так далее, и так далее. Вот скажите мне честно, вот когда происходят вот такие вот скандалы, когда надо болеть из этой страны, вот что происходит во фракции, в зале? На это вообще кто-то рефлексирует или всем вообще просто насрать? Раньше рефлексировали, в предыдущих созывах. А сейчас, мне кажется, что в моноколиции... Это девочка вообще кто-то подошел, сказал, ну там, все беты? Не знаю, это их фракция, она закрытая. Ну в зал же открыт, вы же ходите там. У нас после этого залета не было еще заседания. А к тому времени, когда будут, все забудут, да? Проблема в том, что каждый созыв чем-то входит в историю Украины. Наверное, к сожалению для меня, девятый созыв, я могу уже, наверное, сказать об этом, наверное, войдет самым большим количеством непрофессиональных заявлений, ляпов. То есть, ну такого количества, вы же вспомните. Анал табу, продай собаку, заплати за газ. По социальной политике там была. Дети двухсортовые, да, пора валить из этой страны. И знаете, что самое плохое? Это ж не конец. А еще три года работы? Они будут три с половиной. Поэтому таких залетов, их же будет все больше, больше, больше. Но ничему они не учатся. Проблема в том, что депутаты должны становиться профессиональней. Хотим мы или не хотим, но от этого страдает все общество. И последнее, чем я всегда завершаю эфир, если есть такая возможность, я всегда обращаюсь к людям. Проблема начинается в избирательных участках, в урне. Смотрите, за кого голосуете. Куда вы приходите. Но почему у нас вот эти 30-летние грабли, когда мы голосуем эмоциями, мы голосуем сердцем, мы голосуем не за кого-то, а против кого-то. Голосовать надо умом за конкретного человека, в котором ты должен быть уверен, что он, я уже не знаю, хоть не сделает хуже. Хотя иногда кто-то говорит, куда уж хуже, за этих проголосуем. То был у меня один товарищ, у которого есть философское изречение, он говорил мне, я там говорю что-то, ну гляньте, как все плохо. Он говорил, никогда не бывает так плохо, чтобы не стало еще хуже. Так вот, не дай бог, мы уже, я думал, ну куда еще хуже. Страна в войне, но оказывается еще хуже. Сейчас коронавирус, экономика падает, система медицины просто развалена. Сотнями людей умирают каждый день, и мы каждый день ставим новые антирекорды. И это опять же система, которая началась на выборах. Друзья, фейсбук-страничка Дмитрий Лубенец, глава комитета по правам человека и реинтекорации оккупированных территорий. Заходите, общайтесь с Дмитрием напрямую. Вы сами убедились, максимально открытый, интересный человек. Куча контента на его странице. Заходите, пишите, общайтесь напрямую. Прямо сейчас поставьте лайк, нажмите кнопку подписаться. Дмитрий, ну бесконечно классно. Спасибо. Спасибо вам, приглашайте, до новых встреч.